Господа, Антонио здесь. Давайте поговорим о часах. В частности, сегодня я расскажу вам о пяти стилях, которые я считаю должен знать каждый мужчина. Но в этом видео я быстро пробегусь по ним, и многие из вас скажут, Антонио, нам нужно больше, и вы чертовски правы. Поэтому я написал бесплатную книгу, больше 60 страниц сплошной информации, где выхожу за пределы пяти стилей и рассказываю о разных брендах, от исторических до современных. Я также рассказываю в этой книге, как купить часы, как выбрать правильный размер. Да, и такое есть. Друзья, там тонны информации. Эта книга, возможно, станет единственной, которая когда-либо вам понадобится, чтобы принимать правильные решения при покупке. Итак, с каждым из этих стилей я хочу немного повеселиться. Я характеризую каждый в одном слове и скажу о своем отношении. Друзья, я хотел бы увидеть ваши комментарии под видео. Какой ваш любимый стиль? Согласны ли вы со словами, которые я выбрал в отношении часов? И все, что хотите добавить, пишите в комментарии. И без лишних церемоний, начинаем. Первый стиль часов, который я хочу обсудить, это классические часы. Итак, когда я думаю об одном слове, которое может описать их, это элегантность. Под элегантностью я понимаю простоту. Перейдем к мужской одежде. Когда говорим о простоте в мужской одежде, мы говорим о черном смокинге. Высшая форма мужской одежды. Подобные полностью справедливые к часам, когда надеваем классические часы. Посмотрите на циферблат. Цифры порой даже не используются. Вместо них соответствующие линии, или на них увидим римские цифры. И когда мы смотрим на часы, не видим никаких дополнительных окошек. Что касается корпуса, то он достаточной толщины, чтобы расположиться прямо под рубашкой. Ремешок очень часто делают из кожи, темной кожи. Светлая кожа будет более повседневная. Если вы приобретаете классические часы, убедитесь, что ремешок будет сочетаться с одеждой, или его можно поменять. Кроме того, часто добавляют драгоценные камни. Часы делают из золота, серебра, других металлов, с бриллиантами или другими камнями. Но снова, простота является главной, и по мне их описывает слово элегантность. Теперь поговорим о полевых часах. И слово, которое их характеризует, это прочность. Полевые часы пришли к нам из Первой мировой войны, когда боевым офицерам нужно было решать проблемы управления артиллерии, позиционной борьбы, и для этого ориентироваться во времени. Чтобы принять решение, они собирались вместе и использовали еще одну характеристику этих часов. Секундную стрелку с возможностью остановки. Что это значит? Вы можете остановить секундную стрелку, и так в группе людей проще установить общее точное время. Еще нужно обратить внимание на высокий контраст на циферблате. Циферблат на полевых часах очень часто огромный. Больше, чем у других моделей. И даже в наше время, как и более классические модели, 45 миллиметров или 43-42, есть более старые модели с 55 миллиметрами. Причина этого в том, что есть необходимость мгновенно посмотреть на часы и знать время. Далее, ремешок. Зачастую делают из нейлона и других материалов, которые можно легко заменить. Теперь поговорим об авиаторах. И первое, что приходит на ум, когда я думаю об этих часах, это приключения. Друзья, первые авиаторы были не более чем полевыми часами, которые начали носить пилоты. Но за десятилетия нужды пилотов поменялись, что также отразилось на часах. И они приобрели несколько главных характеристик, что вы увидите в авиаторах. Первое. Обычно используется черный циферблат с белыми цифрами. Следующее. Кнопки сбоку корпуса, которые позволяют включить, выключить секундомер, время и хронограф. Да, часто на циферблате много хронографов. Часовой пояс, что очень характерно. И, наконец, главная характеристика, но не во всех авиаторах, но если вы увидите циркулярный диск или Уиз Уилл, который можно устанавливать в нужное положение, вы можете с уверенностью определить, что это авиаторы. Кто сам пилот? Кто пользовался этой штукой? Я хотел бы увидеть ваши комментарии. Если же вы с ними не знакомы, моя книга для вас. Там я рассказываю о Уиз Уилл и как им пользоваться, почему это важно для пилотов. И следующая модель, о которой я хочу поговорить, — дайверы. И когда я о них думаю, приходит на ум слово «авантюра». И это при том, что эти часы готовы выдержать огромное давление под толщей воды, где человек в сущей темноте и ограниченным количеством кислорода. Вам нужны часы, на которые вы можете положиться, и которые вас не подведут. Итак, дайверы созданы, чтобы выдерживать огромное давление, поэтому очень часто используется сапфировое стекло. Кроме того, дайверы, само собой, водонепроницаемы до 100 метров. Таким образом, эти часы сделаны, чтобы выдерживать намного больше, чем мы погружаемся. К тому же на дайверах используется ремешок с резиновыми или силиконовыми вставками. И ремешок немного свободнее, чтобы надеть поверх гидрокостюма. Наконец, две других характеристики, которые мы увидим в дайверах. Одна из них — мы увидим на них счетчик времени погружения. Это кольцо поворачивается только в одном направлении. Дело в том, что это позволит вам быть в курсе, как долго вы находитесь под водой. И если вы ненароком их ударите, случайно заденете максимум, что может произойти, то, что часы покажут более длительное время вашего нахождения под водой. И не окажется так, что запас вашего кислорода недостаточен. Поэтому это очень умное решение сделать подобное кольцо, движущееся в одном направлении. Это гарант надежности. К тому же, дайверы имеют третий алюминиевую подсветку. В основном, этот изотоп увеличивает срок службы подсветки где-то до 15 лет. У большинства часов, чтобы работали подобные, нужно повернуть часы к солнцу, после чего они будут светить в темноте определенное время. Но те, что с третьим, способны светить независимо ни от чего 15 лет. Последние часы, о которых я расскажу, — это гоночные часы. И первое слово, которое приходит на ум при мысли о гоночных часах, — это индивидуалист. Собственно, мужчина показывает себя, но уже по своим правилам. Итак, что круто в этих часах, так то, что у них нет военного наследия. Почему это круто? Потому что они не ограничиваются какими-то рамками, как видели в предыдущих моделях, которые, например, придерживаются внешнего контраста. В этих часах цвета и дизайн довольно утилитарные, очень просты. Гоночные часы... Тут побольше забавы. Тут мы видим яркие цвета, яркий синий, красный, видим оранжевый. К тому же, с драгоценными камнями, и в то же время очень функциональные. Итак, две главных характеристики, помимо яркости, мы заметим. Одна из них — хронограф. Я говорил уже об этом ранее, но в основном это небольшой секундомер на циферблате часов. Кроме того, мы увидим тахометр. Тахометр включает, чтобы определить дистанцию и скорость. Ну, информацию, которую вы получите вместе со временем. Итак, если вы на гонке, и вы знаете, как долго вы едете, вы сможете определить, что при такой скорости я смогу очень быстро справиться с дистанцией. Ладно, друзья, вот и все пять стилей, которые, по моему мнению, должен знать каждый мужчина, что касается часов. Друзья, не забудьте про бесплатную книгу. Более 60 страниц сплошной информации. И дайте знать, что вы думаете в комментариях. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...